и куда пойдешь тебе нравится в садике да за открыто не крути пожалуйста просто ручку давайте помогу а фоня всем доброго утра все всех выпроводила сейчас учим уроки варим лапшу сразу готовим ужин так сейчас зарядка а потом уже завтрак мысли будут вот так что сделаем зарядку начинаем с вакуума про вакуум достаточно много вопросов для меня лично в общем как я его делаю я сначала делаю глубокий вдох прям много потом выдох прям как бы все стараюсь выдохнуть прям долго выдыхаю не хватает кислорода и потом резко начинаю тянуть пупок то есть я прям наклоняюсь руки ставлю на коленки и прям резко тяну пупок вверх туда к позвоночнику такой вывалился живот еще раз я не знаю что там было видно ну как то так получается естественно прям как у худых как я видела они делают вакуум у них прям все туда втягивается но мои мышцы еще не настолько натренированы поэтому все будет со временем я так думаю так что все сейчас буду завтракать мои мышцы с молоком именно мне очень нравится кофе и буду кушать так я готовлю обед здесь варится мне индейка для лапши все уже картошку и лук начистила и чесночка немножечко в общем в лапшу я не кладу морковку поэтому вот это все режу и потом буду процеживать бульончик пока варится суп села сейчас монтировать видео вчерашнее потому что вчера я аж до двух часов ночи долбалась ну не долбалась да в общем сидела долго и потому что там что-то там было не так поэтому в общем сегодня включусь пораньше чтобы до вечера все точно выставить и не было вот так вот поздно как-то мне не нравится ложится так так что монтирую если мне обжаривается мяско будет тушеная капуста с мясом вместе очень сначала мясо потом сюда добавлю капусту это баранинка вот кусочки уберу динжирок поэтому я просто его сейчас немножко вытоплю вот а здесь уже доваривается лапша из индейки осталось только зелень и чеснок добавить а это сразу ужин добавила я капусту теперь все мешаю потом пойдет морковка и лук сюда же и болгарский перчик замороженный так тушится уже добавила томата то есть уже практически все в конце только петрушку даже чеснок мелко порезанный ждем пока вы все жидкости будет такая как будто пастообразная капуста не знаю как это передать в общем жидкости почти не будет и она такая будет густая и все тогда будет готово петрушку еще сверху посыплю и кашку какую-нибудь сейчас мультиварку так осталось только выбрать кашку не знаю как наверно гречку вот этой чуть-чуть и здесь уже и новая поэтому надо как-то с ней разобраться наверно гречку отварю мультиварки два стакана гречки три стакана воды так все ужин тоже готов каша мультиварки 21 минуты осталось в сковородке вот тушеное мясо с капустой эти жидкости так мало мало ну в общем это мы так любим вы готовьте как хотите вот она обед будет лапша я уже дома отвезла грешку нас уже вообще сколько времени 3 часа почти съездила на почту мы же кстати я не помню мы говорили или нет что мы выиграли в лотерейках 2 2 лотерейки по-моему выиграла то ли сержунина и афунина точно не помню в общем мы это сразу узнали там не знали как получить потому что мы же их пятерочке ну не мы сержу не покупал пятерочки в общем я сегодня съездила на почту узнала что сержу не может их получить там только смс-ка там в пятерочке общем смс-ка там приходит но она действительно нам приходила что выигрыш там 3 рубля и 115 либо что-то такое в общем 100 рублей вот и ему надо самому съездить со своим телефоном показать ему смс-ки они там как-то все это смотрят потом мне сейчас пиликает ватсап потому что вечер встречи в субботу и мне пришла посылка получается бесплатная потому что мне за нее уже вернули деньги я даже не надеялась если честно думала перезаказать пока не забыла но снежинки пришли такие вот снежинки я честно не помню как они клон плунжеры или плонжеры называются три разных вида сейчас не буду шелестеть открою покажу вот это такая штука делать вырубки снежинок из мастики три разных размера по моему они стоили 139 рублей мне даже за них вернули деньги уже но они все-таки пришли получается бесплатно просто их ждала вообще то есть до нового года наверно за месяц я их заказала числа 15 ноября и вот они только сейчас пришли но я думаю что они лежат есть не просят поэтому пусть лежат клевые такие красивые достаточно снежинки мне они очень нравится такие здоровские так что следующий новый год буду делать снежинки из мастики на пряники главное не забыть до нового года что они есть заказываю то обязательно если мне продавец понравился и все быстро пришло и хорошего качества то я его прям себе отмечаю не помню как называется в общем хороший магазин как-то так и любимые магазины вот и вот формочки те которые усы и губы они пришли вообще наверное меньше чем за две недели я сейчас опять заказывала формочек у этого же продавца там очень много формочек и они надеюсь что тоже быстро придут в общем посмотрим потому что там же когда там этот китайский новый год это же для них прям праздник поэтому может быть и долговато будут идти но в любом случае буду ждать так а сейчас делаю все дела пыль 15 минут пылесос 15 минут что-то у меня еще по плану в общем там все записано и вечерком опять пряники да дождь а ты видел дождь так афанасий сергей здравствуйте мой хороший перчатки ну как самый большой день на задавание это что завтра уже не все мы ужинаем у нас гречка же с мясом кого огурчик а ты лапшу хочешь ну ты чудак я сделала телефон и да здесь на сэлфи палки такая штука в которую вставляется то есть гнездо как бы до такой держатель для пульта и он упал и вот раз ну он ничего здесь не отломилась вроде бы поэтому сержу не должен все это собрать так вот ужас сейчас меня в планах начать разбирать вещи антохи сначала в шкафу потом у грешки и у афоньки в общем носим не носим старая потому что шкаф достаточно захламлён для одного ребенка я как всегда на это засеку прям на секундомере 15 минут в общем вот это все что носит один ну вверх висят всех троих детей да а вот это все одного ребенка да это все летнее зимнее но здесь через чур многие шорты мы попросту не носим поэтому сейчас потихоньку начну перебирать вот прям 15 минут за секу на это и что переберу то в гардеробную даже не нужно то там есть прямо маленькая то есть буду перебирать и майки особенно нужно перебрать и штаны вот их прям много куча футболок вообще четыре стопки и мы же их естественно все не носим так ну что вот итог прошло 15 минут я успела внизу все попротирала все полочки от пыли поразбирала вещи они-то в принципе были хорошо сложены единственное нужно было что не носим убрать вот получилось сколько вещей все что мы не носим носки тут все я поразбирала вот и верх не трогала так что верх на завтрашние 15 минут вот так что мне кажется тут прям освободилась и сюда вполне себе сможет переехать афанасий с нашей комнату с гардеробной приедет сюда ну как только я дойду до его вещей то наверно он сюда переедет так что вот так вот мне нравится тебе нравится афань мама убрала в шкафу ты видишь ну как красиво или нет афаня афань смотри на меня смотри фофа балуется афон балуется и меч балуется и фофа балуется пойди пожалуйста щеки себе помой весь грязное лицо грязное мелок да ты поел шоколадный торт и теперь все грязно иди мой мне влокадо афанечка послушай меня посмотри на меня афань посмотри на меня помой пойди рот папа ты слышишь нет так и что это мы тут делаем доброе утро доброе утро ажито куда ты собрался в волейбол пойдешь играть в волейбол пойдешь играть в волейбол а с кем ты пойдешь ничего что задом наперед одел иди сюда ко мне ты их правильно вообще одел нет а почему ты их просто разверни зачем ты снимаешь не снимай вот так ага она думала так панена не панена а правильно панена 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 Все, ты как папа на волейбол, да? Да. Давай, только там Дженни сильно бей, ладно? Ага. Не будешь сильно? А буду я там на новинок бить. Сильно надо? Там все. Там на новинок бить. Там сильно, сказали? Да, там на новинок бить. Здорово. А как это сильно, покажи. Вот так, я буду на новинок. Да, так это же волейбол или футбол у тебя? А, футбол. Ой, волейбол. Все. Все? Что ты положила, расскажи. Рисунок. Рисунок? Куда ты положила? Я в клубок. Нет, я на конкурс открыток просто не хочу участвовать. Да? Да. И ты нарисовала рисунок, да? Сказочный замок называется Довголь Антон на месте. Ну ты же остановись и расскажи, что ты бегаешь. Сказочный замок Довголь Антон. Конкурс открыток. Ой, рисунок. Теперь беги быстренько вешай куртку на место. Такая в это время, все это время, в общем, сколько у нас сейчас время? Сейчас я музыку возьму. Почти 10 я доделывала. Вот такие вот прянички. Осталось только узелки нарисовать. Я надеюсь, вы поняли, что это кимоно и оранжевый пояс будет с синей полосочкой. И еще вот такой вот милашный котик. Сейчас его достала из духовки. Он остынет хорошенечко. И я его дораспишу, в общем. И пояса тоже распишу сегодня, чтобы уже упаковать их в пакетики. А котика в коробочку. В общем, не помню, в какой день я вам показывала, ну, достаточно недавно, да, эти коробки, когда я заказывала. И коробки уже ко мне идут. Уже они 29-го на почте в Краснодаре. Я думаю, что через парочку дней уже дойдут до меня. Вот. Я очень рада. Не надо будет ехать в Краснодар, тратить полдня. Времени. Это куча. Ну, помимо того, что автобус у нас тоже не самый дешевый в Краснодар. Так что, в принципе, то на то и выходит. Время, по-моему, сейчас дороже денег. Я испекла еще 4 пряника, потому что остался айсинг. Остался еще белый айсинг. Аж вот такой вот целый пакетище. И я испекла еще 4 пряника. Буду их расписывать. И пока они остывают, займусь вот этими пряничками, кисточкой. Дорисую на поясе узелок. И все, в принципе. И в котика потом еще доделаю. Такой милашный. Ну, сейчас пока еще нет. Но я видела, вернее, делала то, что я хочу. И поэтому он должен быть клевый. А кому ночи? Кому? Маме. А кому? Ночи, маме. Спокойной ночи? Ночи. Ночи. А я ж не пойму, это дождь или ветер просто, да? А иди уже, спокойной ночи. Десять раз сказал. Так, а я тут расписываю пряники. Так, дети сегодня купались. Сами, втроем. Гляньте, тут воды. Сколько? Очень много было. Вообще, наверное, аж до сюда в два раза больше. Это уже половина спустилась. Они сегодня всю воду. Нам, в общем, все же, нет. Даже в душ сходить не осталось. С горячей воды. Так, что я завтра утром пойду. Так, что это вот такое чудо экономия воды называется. Втроем покупались. Куча игрушек. У нас, как всегда, рыбалка. Вот эта подаренная на вечерю. Здесь ловим рыбу. Всякие машинки. Сегодня Афоня раза три бегал за игрушками. Прям вылазил с ванны. И босиком, мокрыми ногами тут наляпал везде. За вот этими машинками с прицепом они тут плавали. Так, посмотрите. Я доделала пояса. Сначала сделала просто синим полоску. Но получилось, что когда она высохла, она была почти черная. И поэтому сверху покрыла еще белой красочкой. И вот видите, она уже стала такая голубенькая. Понятно, что это синенькая полосочка. Вот так что вот такие вот пряники сейчас будут подсыхать. Я их вложу и упакую попозже. А сейчас займусь еще четырьмя пряничками. Кимоножками девяточками. Гриша говорит, что здесь делает запятая. Ну вот это вот. На низ девятки. Говорит, что здесь делает запятая. Так, я расписала этого котика. Блин, он такой милашный. Вообще, мне он так нравится. Прям такой влюбленный коте. Сегодня, в принципе, сделала все, что запланировала. Единственное, не рассказала вам про орхиды. Вот. Но завтра будем прям переставлять цветы. Потому что у меня единственная теория по цветам – это найти им правильное место в доме. Вот. И я сегодня, ну я вернее подумала сначала же о том, о чем я буду вам рассказывать про цветы. И поняла, что и про орхиды, и вообще про любые цветы, что главное, чтобы им было хорошо. И найти им нужную сторону. В общем, нужную часть света. Вот. Поэтому завтра будем переставлять немножечко мои цветы. Потому что я уже поняла, где хорошо орхидеям. Я их все на ту сторону и отправила. Но там стоят цветы, которые уже достаточно давно пересажены. Они-то растут. То есть на них там все это зеленеет. Но они все-таки не вырастают больше. То есть новые листики появляются, но не настолько. Вот. Так что будем завтра менять местами цветы. Так что до завтра. Блин, опять что-то она обещала и ничего не сделала. Ну ладно. Я же не виновата. Пока. Так, вот эта пижама. Ну, только... В общем, это со вчерашнего видео. Я сейчас уже ставлю выгружаться. У меня только вот в таком-то вот цвете. Смотрите, какая красивая тетенька. И тут всякие черные и светлые. Вот. Мне еще нравится синяя. Вот синяя, вот белая, вот красная. Вот. Так что клевые пижамы. Если кто хочет заказывать, у меня еще скидка есть. Какая-то активировать кэшбэк на вот этой штуке. Ну, кстати, на нее уже приходил мне кэшбэк. Кэшбэк. Вера Довголь тут я. Где тут мой кэшбэк? Я себе сразу его, короче, перечисляю, знаете, на вебмани. То есть, у меня деньги с YouTube приходят на вебмани. И с AliExpress тоже. Я туда же. Я тут указала кошелек. И все. А как тут они? Ну, вот вывод средств есть. Точно. Вот. У меня уже на вебмани я выводила вот 5 долларов и 4 доллара. Они выплачены, видите? На вебмани мне на счет на долларовый приходит. Так что, в общем, все работает. Если хотите, тоже вам... Не знаю, как тут... В общем, SmartySale называется. Ну, их куча всяких этих сервисов, короче. Так что, если вдруг кому интересно... Вот. А на сегодня точно все. Пока я пошла выставлять видео и спать.